Итак, всем привет, с вами ДБГ, продолжаем играть за Канаду В очень-очень далеком будущем это будет Британии, но пока что просто Канада Выбили мы наконец-таки интернационал с Южной Америки, практически, да, но они уже остались в окружении Так что, можно сказать, выбили И сейчас мы будем заниматься тем, что потихоньку будем подбираться к сердцу революции, к Франции Мы, скорее всего, начнем с вот этих островов Исландию тоже заберем себе Далее я не очень уверен, скорее всего, мы начнем нашу выставку с Испании И уже здесь пройдем во Францию, потому что, в принципе, на Западе это две самые большие страны Все остальное уже такое Италия, да, большая, но через Далю пробиваться Францию будет сложнее, чем через Испанию, на мой взгляд Потому что здесь фронт немного уже Ну, понятно, есть еще огромнейшая Россия, но с ней пока что ничего не можно делать И она реально очень устрашает В любом случае, поехали Кстати говоря, наши союзники сами тут организовали высадку Ну, не без нашей морской помощи В том смысле, что мы контролируем уже очень хорошую часть моря Ну и любую, которую хотим контролировать, то и контролируем Я еще также здесь сделал подлодки Настроил уже, тоже их закинул в Средиземное море А мой боевой флот контролирует север Потому что в будущем мы именно с севера и будем наступать И здесь практически уже додавили Ну, очень тяжело, конечно, без снабжения сожжаться, как обычно Приходится вот так вот застраивать просто безумно все железными дорогами здесь, да Ну, а как по-другому сделать Как по-другому продавить, неизвестно Параллельно тут исследуя все танки Уже современные и механизированные пехоты Возможно, к моменту высадки у меня будет в армии именно она Тем более, что мэн павра у нас ограничена А именно танки и механизированная пехота несут наименьшие потери Кроме того, меняем немножко наш шаблон По-гарнизону, чтобы сводить, смотрите, 50 тысяч людских ресурсов В обмен на 112 до поснащения Считаю это прекрасным обменом Ага, мы добились капитуляции в Амазоне Наконец-таки, господи, как же это было душно Через две провинции без снабжения пробираться Какая же духа? А здесь вон вообще все еще войска, видите, туда-сюда бегают Снабжение есть, снабжение нет, снабжение есть, снабжение нет И как бы, ну вот, вот здесь вот, потому что не достроилось Так бы было и здесь тоже, да? Да, здесь тоже не достроилось Ну вот, вот эти приколы все Как же это душно? Я надеюсь, они все просто сдадутся И пока у нас тут идет душка в Южной Америке Она все еще, видите, не закончилась Потому что вот, мы вроде пробиваемся, но потом Там где-то оказывается много войск И мы перестаем пробиваться Тут еще танки были где-то механизированы Но, судя по всему, мы практически закончили Осталось просто капелька Вот эту капельку добить, видите, здесь кто-то уже с снабжением даже Тоже, но все это очень душно, очень медленно Что вот здесь куча войск оказывается А мы их не видим Ну, опять же, в итоге все пробьемся Здесь французы держат свои войска Туда периодически что-то подводят И пускай атака продолжают У нас наша разведка очень активно против них действует У нас уже третий уровень колобка скоро будет Что даст нам их капитулировать очень быстро Ну и военные Поддержка войны тоже Позьменьку падает у разных держав И вот у нас с атомными бомбами, да? У нас всего два ядерных реактора пока что Но скоро будет еще Мы должны будем сделать стратегический композировщик И я думаю, эта бомба полетит на Париж И вот последние две провинции в Амазонке Добиваются нашими войсками С поддержкой наших перуанских Ну, не то чтобы союзников Но я бы сказал друзей Хоть они нас и, скорее всего, не любят Мы их, как видим, тоже типа не любим Но в Южной Америке их помощь была вполне себе кстати И вот она освобождена из микроострова Но я все-таки решил их не добивать Потому что это именно слишком много времени Все равно в жизни корабль не покинет Большайшие, так сказать, берега Франции Сейчас они находятся просто в тотальной блокаде Можно еще сделать вот так На всякий случай, да? Ну и да, я не вижу, как они могут Вообще выплыть Отплыть от своих берегов дальше, чем на один тайл И после долгих упорных боев Мы наконец-таки смогли сломить эту оборону Дичайшую Там просто, на самом деле, много дивизий И, ну, они там успели укрепиться очень уверенно Но теперь-то все Добавил я просто к своим морпехам Секретную новую разработку нашу Огнеметные танки средние До этого у нас их нигде не было И вот в Южной Америке мир Теперь все наше внимание отправляется в Европу И вот мы сейчас потихоньку готовимся к высадке Перевооружаем наши войска Механизируем их, да? Танки доделываем Чтобы уже, ну, полноценно вести войну И просто посмотрите на эту Россию Господи То нам предстоит победить Я думаю, это будет чудо Победить такую страну Но, учитывая то, что Ишка Конечно, чудеса случаются И очень счастливы Ну, что ж, я думаю Время настало Прошло очень много времени На самом деле Я перешел полностью На механизированные войска Здесь, конечно, вот эти остались Генеридные, которые нельзя поменять Ну, что поделать Здесь у нас тоже механизированная Морская пехота полноценная, да? То есть, ну, мы готовы Единственное, я сейчас заметил Слава богу, что посмотрел Вот это нам стоит сделать И буквально чуточку, да, обучить Здесь у них опыт должен подспасть Да И вот мы Наконец-таки готовы У нас уже стратегические бомбардировки Производятся Последнего левела Ядерных помп у нас уже достаточно Просто самолетов мы уже наделали Просто кучу И вражеских, я думаю Это позабивали тоже кучу Здесь у нас есть авиабазы Готовые, да? Таким образом, я бы сказал Мы готовы, как никогда К возвращению Европы К возвращению обратно в Британию И мы стартуем Сюда еще надо, конечно, перевезти каски Но Нападение уже Начинается И мы Я думаю, мы с ним вообще без проблем У них сверху одна дивизия в порту Сразу же можно будет Потом закидывать вот эту армию сюда Да, проблема вообще не возникла С высадкой Нужно сразу же расширять Плаздарм И перебрасывать сюда Вторую армию У нас уже плывут из Канады Наши танки Тоже очень заряженные Они будут основой нашего наступления Ближе к Франции Здесь пока что Плаздарм будет создавать Механизированная пехота И мы не встречаем вообще никакого Значительного сопротивления Здесь останутся только испанские войска И испанские войска нам угрозы не представляют Трешнее станет, когда сюда подъедут французские танки Но мы к ним, в принципе, более-менее готовы Вот мы заняли Плаздарм Но к этому моменту уже, видите, здесь и российские войска Подъедут сюда И французские Здесь просто тонна вражеских войск И теперь начинается война в небе Пока что мы ее просто колоссально выигрываем Благодаря нашим реактивным самолетам И просто пока что подсдерживаем их Пока доедут все наши танки Затем танки сюда подвезем И затем, я думаю, перейдем в нормальное наступление Итак, теперь с нашими танками Мы пробуем начать контрнаступление У нас закончилась в этот момент нефть Очень не кстати Давайте просто у США Купим сколько нам надо И время сзади мы им наносим Атаки по логистике Должно это сыграть нам В, так сказать, дальней игре В долгой игре на руку Потому что здесь у них куча войск И очевидно они должны гореть Наши тоже где-то горят Но не слишком Еще я параллельно Потому что им подстраиваю Здесь морские базы Для снабжения уже немного настроил И кучу-кучу здесь достраиваю Постоянно на логистике Тем временем у них потери в адеме стали 15 миллионов Кто это так А это Франция так много потеряла Вау Ну да, видимо они просто Смотрите, как просто так быстро набегают Потери Просто жесть Видимо они просто Из-за того, что очень много атаковали В механизированных войска Да Они их скорее всего пробивают Ну-ка где-то Вот Да, они их пробивают Но все равно здесь Очень В этом-то и фишка Механизированных войск Они несут меньше потерь И получают намного меньше урона Потому что не удаля пехоты Совсем Другая У них Очень много Большая часть урона Они получают противотанков Тем временем Их противотанковый урон вот такой Вот Поэтому, конечно Потери Совсем отменились в этой войне Прям В ужасающую сторону Я бы сказал Потихоньку они закончатся Россия, конечно Таких проблем не знает Там 14 миллионов Но тем не менее Припасы Снаряжения тоже Кончаются Но мы продолжаем Идти вперед Забавный факт У нас потери Почти не растут Да Ну, я бы сказал Очень медленно Ну, по сравнению С их потерями Почему растут Почему растут Их потери Очевидно Почему не растут Особо наши потери Тоже очевидно Но Меня больше интересует Этот факт Детские ресурсы Вот здесь вот Примерно стоят На том же месте То есть 7000 Месяц Нам хватает Плюс-минус Ну, они, видите Минимальненько Падают, но Не так, чтобы Этот запас Просто взял и сгорел Что меня, конечно же, радует У них уже Просто какие-то Нереальные цифры Просто вот это уже Реально похоже На мировую войну Попотерян И да У французов Вот уже они Полмиллиона Потеряли Моментально И я думаю К моменту Когда мы дадим До Франции У них здесь Закончатся люди Они перейдут уже Всех под рулью Посмотрите, что происходит Казалось бы У них там куча дивизий Да, куча резервов Но Дивизии здесь играют Так быстро Что они не успеют Их реинфорсить Настолько Хороши уже танки В лейте А тут еще Наши союзники Делали высадку На севере Они еще тут Микро высадку делали Да Вон там видно У них из этого Территориями передались Это помогло немножко Но еще и на севере Тут тоже Они сделали Удачную высадку Я думаю Тоже мы здесь окружим Неплохое количество Варарских войск Вот и Мадрид пал Я думаю Скоро пойдет Иберия И в этот момент Представляете Сколько здесь Ни-ни-иберийских войск Очень много На самом деле Да У Берии Здесь всего сколько Ну 100 дивизий Да Сколько врагов Здесь дивизий Я вижу Там что-то Типа 250 Да Ну я думаю Так 300 300-400 дивизий И эти ребята Окажутся С очень плохим Снабжением Потому что Резко все территории Капитулируют И знаете Мы ведь можем Ускорить Это Уже помните У нас 61 ядерная бомба Да И у нас уже Неплохое количество Стратегической Бомбалайзеровщика Давайте их Просто вот так Отправим Скай Я принял решение Что нам нужно Чтобы все Зарослые Проходили Службу Потому что Мэнпавер Скоро начнет Заканчиваться Мы не хотим Чтобы это Случилось И чтобы Где-то Из-за этого У нас Наступление Прервалось Нужно Продолжать Закидывать Людей И мы Закидываем Намного Успешнее Чем Ракет Так что Они не должны Сильно Расстраиваться На востоке Не получится Привединить Ядерные бомбы Но вот здесь Вполне Это Должно Нам Ускорить Наше Наступление И Любить Поддержку Войны Но слушайте Там Она все еще Будет большой Да Нужно Реально Побомбить Здесь Но здесь Видите У них Много Самолетов Не дают Нам Превысотства Забрать И вот Буквально 76,3 Точка Процента У нас Стало Да И мы Можем Наконец Таки Сюда Бомбы Поскидывать И мы Это конечно Же Сразу Же Сделаем Потому Что Потому Что Нам Нужно Выбивать Поддержку Войны И Сразу После Этого Давайте Попробуем Успеть И Позбрасывать На Францию Если Нам Присутство Воздухи Позволит Присутство Воздухи Появилось Господи Там Наверное Просто Ну Ночью День Был Наверное На Вселенной Фронта Делаем Сейчас То же Самое Во Франции Чтобы Оттуда Припасы Не шли Потом Когда мы Будем Захватывать Территорию Обратно Мы Просто Быстро Их Починим Обратно Все Железные Дороги Все Пункты Припасов Вот Это Все Вроде Давайте Наверняка Чтобы Теперь Франция 0 0 0 0 Поддержки Войны Ну Да Это Было Достаточно Сильно Не Хотят Они Сдаваться Ну Что Что Поделать Давайте Сразу Сюда Тоже Подбрасываем Возможно Есть У Парижа Свой Ивент На Ядерную Бомбу Должен быть Ну Ка Можно У нас Преосходство Появится Давайте Делаем Вот Так Очень Сравно Миссия Выполняется Должны Отдаваться Преосходство И она Не дается Но Не важно Важно То Что Сейчас Они Здесь Все Должны С Очень Плохим Снабжением Ну Да Примерно Так И Есть В Принципе Мы Поэтому Сможем Еще Проще Пробиться И Сколько Надо Захватить Франция Чтобы Она Сдалась Давайте Посмотрим Мы же Там Коллаборационное Правительство Сделали Да 80 То есть 20 Процентов Надо Всего Захватить Я думаю Одного Парижа Почти Что Будет Даже Достаточно И Кстати Говоря Знаете Что Нам Надо Еще Сделать Сократить Количество Дивизий На Фронте Здесь И Можно Подготовить Выстку Вот Сюда Так Вот эти Ребята Поплыли Вместе С этим Мы Начинаем Вторую Фазу Наступления Реорганизовали Наши Войска Здесь Много Где Сидят Да Очень Страдают Таким Разом Почти Что Одна Дивизия В состоянии Выбить Три Ну Да Ну Да Она Так И В принципе И Выбит И Да Теперь Испания Еще Не Капитулировала Да Нет Ну Вот 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 Капитулируй Я думаю После Пардения Барселоны Да Вот Она Ну Вот Это Я Думал Будет Страшнее Для Них Ну Уж Очень Ну Вот После того Как я Севера Сейчас Вышусь Я думаю Франция Сдастся Буквально После Парижа Тем более Что у них Здесь Войск Никаких Нету Просто Смотрим На это Ноль Поддержки Войны Еще Коллаборация И Вот Наши Войска Входят В Париж Да И В принципе Вовсю Северную Францию И Вот Это Уже Окружение Так Сказать Другого Уровня Да Здесь Уже Эти ребята Не имеют Снабжения Прям Ну Очень Большой Территории Хотя Через Италию Они Все Еще Идут Надо Нам Значит Что Сделать Надо Высаживаться В Италию Вот Этими Ребятами Возможно Я думаю Да Франция Просят Нас Вернуть Территорию Давайте И Это Двойной Троллинг Произошел Теперь Да Еще И Территории Разочек Передались Давайте Кстати Говорю Вот Этих Ребят Объем И Мы Поехали Вот Сюда Высаживаться И Я думаю Еще Некоторые Части Наших Выиск Нужно Забрать Вот Этот Остров Тоже Тоже Вернем Территорию Нашему Союзнику Ну А здесь Просто По жесткому Наступаем Тем Время Вот Эту Армию Мы Переводим Вот Сюда Чтобы Они Высадились Север Германии 22 дня Всего Лишь Это Займет Так Что Недолго И Отсюда Мы Уже Пойдем На Юг Будем Перекрывать Ну И Плюс Возможно Ну Да Свободим Германию Данию И Параллельно Здесь Италия И Вот Северная Армия Поплыла Кстати Говоря Можно Вот Этой Армией Тоже Начать Заниматься Уже Какими Те Вещами Никто Уже До Британии Не Доплывет В жизни Если Раньше Они Не Могли То Сейчас Они И Море Вообще Перестали Контролировать Вокруг Своих Береков Да И Дополнительно У них Все силы Сейчас Будут На Защиту Выходить Поэтому Можно В этой Армии Перейти Тоже В наступление Здесь Кстати Не знаю Кто это Марокканцы Либо Кто-то Здесь Куча Сил Высадились На Юг Италии Освободили Сардинию Хорошие Новости Кстати Несколько Еще Ядерный Бомб И Я Думаю Они Тоже Сдадутся Достаточно Быстро Так Здесь У нас Нет Вообще Вражеских Войск Как Обычно Тоже Все А Можно Так Но Нет 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 Давайте Кто-то Иногда Меня Спрашивает Почему Я Не Использую Обычное Наступление Потому Что Они Очень Медленно Работают Да Но Вот Эти Работают Криво Тогда Что Идеальный Вариант Идеальный Вариант Как Это Было В Третьей Части Если Вы Играли В Третьей Часть Вы Не Поймете Если Нет Не Поймете Очевидно Но Это Был Идеальный Вариант Когда Ты Просто Указываешь Фронт И Войска Реально Там Снимают Весь Фронт И Наступают По Всему Фронту Почему Так Нельзя Было Делать В Четвертой Части Не Все Просто Здесь Выска Успешная Рим Вообще Не Защищен Прекрасно А можно Вы Просто Начнете Наступать По Всему Фронту Как Вы Это Делаете При Прорыве Давайте Вот Так И Потом Я надеюсь Они Начнут Ну Давайте После Этой Провинции Да После Этой Да Окей Они Начнут Наступать По Всему Фронту Хорошо Этих Тоже Туда Сардинию Мы Освободили Супер Здесь Ну Ситуация Пожестче Здесь Высадка То что То что Она должна Была Сделать Она сделала Внимание Отвлекло Можно Просто Попробовать Пока Поддержать Этот Фронт Пока Здесь У нас Наступают Войска Вот Так Вот Мы еще Добавим Сверху Ну Я думаю Да Я думаю Да Скоро Мы Пробьемся Осталось Не так Много Чтобы Окончательно Победить Виталий Тут вообще Свободное Поле Прекрасно Можно туда Перебросить Авиацию Дополнительно И Должны Без Каких-либо Проблем Ее Все захватывать Пока Там Не оказалось Войск Да Выходить Потом На север Здесь Войска Вот эти Окружать Там Неплохая Группировка По ощущениям И Затем Продолжать Идти На восток Здесь Уже Тогда Останется Только Россия Ну и Там Беларусь И где-то Теоретически Там Норвежские Войска Еще должны Быть Не Не Возвращение Где Они Кстати Говоря Думаю Уже Нет Еще не Всех Подружить Забавно Хотя Там 23 тысячи Состол И Вот Война Все Идет Идет И На нас Просто Бесконечно Атакуют Русские У них Тысяча Военных Заводов У них Еще Сколько Там Ну уже 9 чем-то Раньше Было 12 Уже 9 чем-то Миллионов Населения И это Еще не Предел Да Там Еще Они Могут Поднять И Ну Здесь Пробиться Очень Сложно Это Атакуют Кстати Говоря Не Мы Это Атакуют Индусы Индусы Кстати Говоря Стали Достаточно Полезной Силой У них 10 Военных Заводов У них 400 Дивизий Как я И говорил Индия Будет Очень Важным Ресурсом В нашем Борьбе И я Вот Что Понял Чтобы Закончить Войну Нужно Просто Победить Россию Так Это Просто Совершенно Точно Нет Нужно Сколько 50% Захватить Да Но Насколько Сложно Захватить 50% Что Если Мы Садимся В Петрограде Пойдем До Москвы А Вторым Ногером Попробуем Здесь Высадиться Да Ну Вот Здесь Все Не Время Мне Кажется Настурки Не Пропустят Ну Да А Вот Здесь Высадиться Сюда Просто Со Всех Сил Атаковать Пока Мы Не Заберем Москву Петроград Насколько Это Вообще Реально Хорош Вопрос Нам Точно Нужно Во-первых Сбить В поддержку Войны Перед Этим Потому Что Мы Не Сможем Этот Пауз Не Снимай Все Нас Бесконечно Бомбят Еще Проблема Самая Главная Да Заходим Здесь 14000 Самолетов И Это Казуальная Цифра Еще Очень Здесь 8000 То есть Там Всего 30000 Плюс Самолетов Истребителей Мы Не Можем Столько Произвести Просто Ну Технически Да Мы Производим Слишком Мало У нас 120 На Истребителях У них Ну Не Знаю 150 Там Все Это Время Они Производились В таком Количестве Так что Мы Только Где-то Локально Сможем Применить Во время Наступления Вот Но В любом Случае Я думаю Это Уже Проблема Будущего Меня Так что Ребята Встретимся С вами В следующей Серии С вами Блдовгейм Подписка Лайк Коммент Все Ребята Как обычно До Скорой Встречи Пока